Бодрая походка и с улыбкой на лице. С утра на Липецкой станции переливания крови толпа журналистов. Правда, без камеры и микрофонов. Акция «Чистая журналистика» от телерадиокомпании «Липецкое время» при поддержке регионального отделения Союза журналистов России собрала около 20 корреспондентов, редакторов и операторов из ведущих СМИ региона. Ожидайте, я вас сейчас приглашу. Мы дойдем сюда. Как выяснилось, стать донором непросто. Требования хоть отбавляй. У желающих сдать кровь не должно быть хронических заболеваний, под запретом антибиотики и алкоголь накануне процедуры. Вес должен быть не меньше 50 килограмм, плюс хорошее давление и самочувствие. Подавляющую большинство участников кровь пришли сдавать впервые. Поэтому уже на финишной прямой, лежа на кушетке, не скрывали своего волнения. Вообще очень волнительно и страшно, потому что вот здесь будет пакетик с кровью, с моей. Вот здесь и игла будет. Вообще, на самом деле, жуткая процедура. Но я надеюсь, что все обойдется благополучно. Кстати, подготовка занимает куда больше времени, чем сам процесс сдачи крови. Всего 5-10 минут и 450-миллилитровый пакет наполнен. Замен организм получает физраствор. Это еще пара минут. Затем пакеты отправят в банк крови, где она будет ждать своего часа. Я сама вызвалась, кстати, специально хотела сдать кровь. Во-первых, и пользу людям принести, и самой бездороги. Хорошо должно быть. Ни разу не посмотрела. На иголку даже не представляю, что там было. Поэтому было все быстро, без болезни. В память об акции все журналисты получили красные кепки в подарок. Кстати, ежедневно станция переливания крови принимает около 200 доноров. А вся процедура, как удалось на собственном опыте выяснить журналистам, занимает не больше часа. Всего 60 минут для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Дарья Рожкова, Алексей Великанов, Липецкое время.